Март сегодня мог бы с полным правом дирижировать, а то, глядишь, и солировать, один студент городского музыкального колледжа. Кто-то, послушав моего тезку Василия, конечно, скажет, что годы обучения вокалу и сольфеджио пошли коту под хвост, что три шкуры с лентяя драть надо было и вообще. Товарищ выглядит так, как будто ему кто-то на ухо наступил, мол, вон из искусства. Но как такого выгонишь, задался вопросом Виталий Калугин. Студент Василий опять проспал первую пару, удобно развалившись у монитора в приемной директора колледжа. По отзывам преподавателей, сиамский кот ни в чем подозрительном накануне замечен не был, но утром жадностью вылакал блюдце холодной воды. Пользуясь правом на свободное посещение занятий, ученик решил прогулять семинар по хоровому пению. Оценки ему не ставят, а зачеты кот получает автоматом. При поступлении студентам музыкального колледжа полагается комната в общежитии. Четвероногому Василию необходимо было выделить хотя бы квадратный метр. В качестве поощрения за стопроцентную успеваемость первокурснику разрешили проживать прямо в учебном корпусе. Несмотря на обилие профильных дисциплин, за учебный день кот успевает обойти все аудитории. За прилежность Василию выдали настоящий студенческий билет и ежегодно переводят на следующий курс. Сейчас, будучи четверокурсником, он освоил ноты и почувствовал ритм. Кот Василий единственный студент, кого преподаватели готовы носить на руках. Он по-свойски общается с флейтистами, пианистами и гармонистами. И не пропускает ни одного занятия в группе народного творчества. Я его называю не по имени, называю просто котик, цапик. Потому что я немножко, ну скажем, знаю, как они разговаривают. Нет, нет, раньше был даже цапал его по-кошачьему, как они друг с другом. Единственная помеха в учебе – хвост, от которого невозможно избавиться. Василий на каждом курсе посещал пересдачи, но так и остался вечным студентом. Четвертый курс закончит, будет опять на первом, опять следующие четыре курса будет заканчиваться. Аспирантура? Я думаю, аспирантура ему не грозит, потому что он только в нашем здании может жить, наверное. Среди выпускников Костромского музыкального колледжа – авторы песен звезд российской эстрады, известные композиторы и лучшие барабанщики Европы. Мохнатый студент тоже пытается для начала стать вокалистом. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Андрей Шамин. НТВ. Кострома.